Дамы и господа Ну а теперь встречайте имена ведущего Лиги КВН, открытой Лиги КВН, Алексей Прозверов. Друзья, добрый вечер, здрасте. Всем привет, всем привет, друзья. Первый раз на самом деле веду КВН, поэтому очень волнуюсь, команды тоже стоят волнуются. Давайте просто громко поаплодируем, друзья, всем вместе. Спасибо. Ну и для начала хочется просто поздравить вас с первым днем зимы, друзья. Замечательное событие сегодня, можно еще раз поаплодировать. Ну и, конечно же, друзья, поздравляю вас с четвертым фестивалем открытой Лиги КВН, город Новосибирск. Друзья, мы начинаем КВН, ура! Замечательная тумба, давно хотел за ней постоять. Друзья, вот они, 13 команд, которые сегодня примут участие в нашем фестивале. И хочется поздравить, представить людей, которые будут сегодня решать, кто же пройдет в сезон. Друзья, под ваши бурные аплодисменты наши члены жюри. Начну я с единственной девушки в нашем судействе сегодняшнем. Юлия Алексеева, начальник отдела молодежного центра «Пионер», друзья. Громкие аплодисменты. Ну, а дальше у нас знаменитые КВНщики города Новосибирска. Участник, автор и замечательный просто человек, большой, здоровенный Роман Варламов, участник команды КВН «Экскурсия по городу». Рядом с ним сидит мой хороший друг, капитан команды «Экскурсия по городу» Александр Шнайдер. Не смогу повторить, поэтому просто Евгений Зайцев, друзья. Ну и председатель нашего жюри, директор открытой лиги КВН города Новосибирска Сергей Ганкин. Давно хотел сказать командам «Ни пуха, ни пера». Друзья, мы начинаем фестиваль открытой лиги КВН города Новосибирска. Ну, можно погромче еще раз поаплодировать, друзья. Команды еще не будут выступать на вас сейчас. Начнет, начнет сегодняшний фестиваль. Друзья, наверняка вы эту команду знаете. Они полуфиналисты предыдущего сезона. Команда, которая представляет Сибирский государственный университет путей и сообщения. Команда КВН в моем квартале все спокойно. Ребята говорят еще, что они не готовы, поэтому будем тянуть время. Друзья, хочется сказать небольшую информацию. 10 декабря 2015 года в концертном зале НГТУ состоится сольный концерт команды КВН «Экскурсия по городу». Я знал, что вы поаплодируете. Друзья, билеты можно приобрести. Там есть телефончики, которые вы можете найти в нашей группе. Наша группа называется «Команда КВН. Экскурсия по городу». Она есть в ВКонтакте, есть в Фейсбуке, есть в Твиттере. Ладно, друзья, мы начинаем фестиваль. Еще раз громкие аплодисменты и команда КВН в моем квартале все спокойно. Здравствуйте, дорогие друзья. На сцене команда КВН в моем квартале все спокойно. В преддверии нового сезона мы хотели подарить новому ведущему хорошую, дорогую бутылку французского вина. Но тут оказалось так, что Сережа у нас в команде профессиональной сомелье. Да, и, конечно, он хотел продегустировать вино лично. И что он сказал после дегустации? Надо за второй идти. Ну, конечно. А время-то уже позднее. Алкоголь не продают, и нас могло спасти только волшебство. Волшебства не существует. Есть только Бог. Пацаны, я не сектант. Слушайте, ребят, вот недавно у Сереги отобрали права. Слышите, а какие-то проблемы или что? Вот именно после этой фразы у него и отобрали права. Ну что ж, друзья, давайте веселиться. В моем квартале все спокойно. Мы начинаем. Еще раз добрый вечер. Итак, представьте, случай в Простоквашино. Здравствуйте, я почтальон Печкин. Ваша мама и там, и тут. Там авария. Капец. Тип первый день гопник. Будешь? Да, а что это? Изюм. Сучи в Советской России. Товарищ, товарищ, вставайте. Товарищ, скорее вставайте. Вы же замерзнете. Все, все, все хорошо у вас. Все, ну давайте, вставайте к стеночке. Вот теперь расстрелять. Бомжа ударила молнией, у него появились суперспособности. Лена! Отдай мне водку бесплатно! Нет. Может, я бессмертный. На детском утреннике у одного из детей был, но очень дешманский костюм. Здравствуй, волчонок. Здравствуй, лисичка. Здорово, Серега. Здорово. Парень учит свою девушку водить машину. Ой, врезались. Слушай, а что это за марка? Я такое даже не знаю. А, это очень дорогая марка. Это дом. Таксист очень долго ждал пассажиров. Ты чё, офигел? Ты кто такой? Я таксист. Ты такси заказывал, я тебя полгода жду. Ну я же отменил. Отменил? Ты посмотри в окно, чё написано? Выходите, я вас жду. Видал, как голубей натренировал? Мне из-за тебя пришлось на полной скорости в столб въехать. Зачем? Чтобы это время хотя бы на подушке спать, понимаешь? С тебя триста тысяч рублей. Какие триста тысяч? Я столько времени стоял под знаком. Ко мне менты как на праздник приходили. Уж извините. Короче, слушай, падла. Я тебя сейчас порешаю. Я даже свидетелей не оставлю. Понял? Терпила. Ты как со мной разговариваешь? Я шесть месяцев слушал радиошансон. Как я ещё могу с тобой разговаривать? Ну ладно, всё, поехали. Куда едем? Во Владивосток. Блин, когда же я свою семью-то увижу, а? В общем, дорогие друзья, в конце немного статистики. Из нашей команды никто ни разу не получал лучшего актёра. Это, на мой взгляд, странно, мы с этим кардинально не согласны. Вот, например, Семён. Человек, закончивший курсы актёрского мастерства. Он может прекрасно показать, ну, например, табуретку. А я круто короля отыгрываю. Друзья, ну, в общем, вы понимаете, да, почему у нас нет ни одного лучшего актёра. В моём квартале всё спокойно. В новый сезон с амбициями. Друзья, громкие аплодисменты. Команда в моём квартале. Всё спокойно, они были первыми. Было сложно начинать. Громкие аплодисменты. Но мы идём дальше. Совсем начинающая команда, которая представляет Новосибирский государственный университет. Они приехали из Академгородка. Друзья, команда не исключено. Всё, встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья. Мы команда КВН из Новосибирского государственного университета. И, как известно, из Академгородка сюда ехать очень долго. Но, несмотря на это, наши девушки всё равно приехали нас поддержать. А ты, кстати, кого? Катю или Аню позвал? Ты что, дурак, что ли, такое со сцены говорить, а? Конечно, свою любимую, единственную девушку Катю. А это кто был? Это Аня. А это кто? А это Анин папа. Он что, милиционер, что ли, оказался? Не-не-не, он рэпер. Но пока Black Star Mafia нас не достала, мы начинаем! А из любой, даже самой сложной ситуации, можно найти выход. Итак, в случае в Иске Тиме. Ну капец, блин, постирала мама тренники. Слышь, пестрый, сюда иди. Пацаны, я свой. Красава! А в России собираются возрождать пионерское движение. Итак, давайте представим. Новые пионеры. Ребята, стойте, одумайтесь. Мы же одна, большая, дружная семья пионеров. Вы что, меня не позвали-то? Случай на уроке русского языка. Здравствуйте, дети. И тема сегодняшнего урока «Мат в обществе». Итак, начнем. Вы что, смотрите? Записано! Случай на разборках. Слышь, ты кто такой вообще? Я, чемпион мира по настольному футболу. И что? Адон. А теперь давайте представим. Фабио Капелло на телепрограмме «Кто хочет стать миллионером?» Итак, Фабио, а я повторяю свой вопрос. Кто стоял на воротах у сборной России по футболу? А. Акинфеев. Б. Загоев. С. Зюба. И Д. Самый толстый. Так, так, так. Значит, Загоев и Зюба забивали. Акинфеев раскуривал. Значит, вариант Д. Самый толстый. Нет, Фабио, к сожалению, это неправильный ответ. Но не расстраивайтесь. У вас есть несгораемая сумма 15 миллионов евро. А теперь давайте представим, что было бы, если бы индийские фильмы снимали в Иске Тиме. Болливуд Пикчерс представляет. Сейчас я позову свою. Боже мой, это же мой отец, которого я не видел 40 лет. Давайте это отпразднуем. Я знаю, придет какой-то день. Я знаю, настанет светлый час. Хотя у меня... Знаете, на самом деле мы команда из очень бедных студентов. И перед игрой мы решили прийти к нашему ректору и попросить у него денег. Но он сказал, что денег нет, что даже у него самого нет машины. И вот я стоял и смотрел в голубое небо, где улетал его вертолет. И понял, понял, что самые главные пацаны в жизни-то это любовь. Аня, ты у меня самая единственная и любимая. Сволочь! Твою мать, а Катя тоже здесь. Команда КВН не исключено. Не палитесь. Уходим, уходим, уходим. Наслухать время обойтись. Спасибо команде КВН не исключено. Мы продолжаем, друзья, фестиваль. Третья команда сейчас выступит. Она представляет НГАУ. Называется очень просто. Команда КВН «Зебра». Друзья, бурные аплодисменты. Небольшая заминочка. Ну давайте поддержим ребят. Они тоже начинающие ребята. Команда «Молодая». Ну а пока можно поговорить о партнерах, друзья. Выражаем огромную благодарность. Выражаем, я имею в виду, открытую лигу КВН города Новосибирска. Огромную благодарность комитету по делам молодежи мэрии города Новосибирска, а также молодежному центру «Пионер». Можно здесь поаплодировать, друзья, им огромная благодарность от нас. Все, говорят, что команда готова, поэтому со спонсорами пока отложим. Друзья, команда КВН «Зебра». Бурные аплодисменты. Всем привет! С вами команда КВН «Зебра». И как вы уже помнили, я самый главный жеребец этой команды. Ага, жеребец он. Вот, кстати, познакомьтесь. Это Сергей. Постоянный посетитель мясного отдела. Ну что, ты что-нибудь принес? Ну, у меня есть для тебя мелодия одна. Давай. И что это? Ну, это же рок. Нет, Сергей. Вот это же рок! Сам ты ковченый, я горячий. Да, брат, да. О, дорогие друзья, кстати, познакомьтесь. Это черные полоски нашей «Зебры». Здрасте. Ну что, ребят, вы что-нибудь принесли? Да, у нас есть шашлык с говядиной, с бараниной, с курицей. Да нет, я про КВН. А, есть, объявляй. Итак, кавказские мушкетеры. Прости, брат, прости. Ну что, хорошо, я вижу вся команда в сборе. Можно начинать. Команда КВН «Зебра». Белая в черную полоску. Черные белые. Белая в черную. Черные белые. Черные белые. Итак, друзья, представьте случай в брачном агентстве. А современные методы по борьбе с курением в общественных местах наконец-то начали приносить свои плоды. Молодой человек, вы бы не могли не курить? Ежегодно в России из-за курения умирает тысяча людей. Курение убивает. Давайте скажем, курению нет. Представьте, ну очень маленькая тюрьма. Молодой человек, извините, а вы через сколько уходите? Через два. Можно? Мне через годик просто. А теперь перенесемся в Испанию. Испанцы. Самый горячий народ. Известные своими жаркими танцами. Но даже эти горячие парни не смогли сказать, наркотикам нет. Так давайте скажем, мы наркотикам нет. И даже если наступит конец света, бразильские сериалы никогда не вымрут. Итак, представьте, сериал «Любовная любовь в любви». Первая серия. Дорогая. Да, дорогой. Ты кого-то ждешь? Нет. Я открою тогда. Кто там? Я. Кто там? Я. Вторая серия. Дорогая. Да, дорогой. Я должен тебе кое-что сказать. Говори. Изабелла не твоя дочь. Третья серия. Четвертая серия. А чья же она тогда дочь? Изабелла, это вообще не человек, это вино. Пятая серия. Дорогая. Да, дорогой. Да не ты. А кто? Ипотека. Что ж, дорогие друзья, с вами была команда КВН «Зебра». Надеемся проскочить в сезон. Спасибо команде КВН «Зебра». Давайте их еще раз поприветствуем, проводим точнее аплодисментами. Идем дальше, друзья. Друзья, команда «Милый друг». Вот с таким милым названием, друзья, горные аплодисменты «Милый друг». Милый друг, здрасте. К великому сожалению, мы сегодня выступаем вдвоем. Но то, что нас двое, никак не мешает нам смешить людей. Посудите сами. У братьев Пономаренко это получается. У братьев Березуцких это тоже получается. Братья Кличко тоже имеют в юморе какой-никакой успех. Вот и мы, родные братья Володя и Ян Чертовский, тоже надеемся рассмешить новосибирского зрителя. Тем более, что тем для шуток великое множество. Ну, например, Володина «Тупость». Э, а чё это я тупой? Ну, чтобы это наглядно продемонстрировать, мы можем с тобой сыграть в слова. Окей. Я начну. Кинескоп. Пиво. Обруч. Чипсярики. Импорт. Телек. Слушай, такое ощущение, что ты со мной не в слова играешь, а перечисляешь свои планы на пятницу. Такое ощущение, что ты меня выставляешь полным идиотом. Вот видишь, как удачно совпало. В смысле? Ну и полным мы. Слышь, в отличие от некоторых, я настоящий мужик. У меня даже медленно, но верно растут усы. Тоже мне мужик. По твоей логике, моя бывшая тоже мужик. Ой, заткнись. Начинай. Подавай. Ну что ж, друзья, вот в таком позитивном и дружелюбном ключе стартует наше выступление. Милый друг, кайфуем! И сразу же раскроем вам секрет, почему в СССР не звонили своим бывшим. Ой, Аня, я что-то такая пьяненькая прям. Позвони своему бывшему. Ну и что ты сбросила? Да я, походу, протрезвела вот. Тимоти устроился работать следователем в полицию. Где лучшие тусовки? Я не знаю, начальник. Где лучшие девчонки? Да я без понятия, ну... Где люди живут хип-хопом? Ну это в Бронксе, но не в Блэкстаре, я тебе говорю. Представьте, у очень крутого парня не задался день. Ситуация на грани сюра. Парень меняет шестой айфон на эскетим. Вот айфон. Вот эскетим. А, стой. А чем эскетим лучше айфона? Ну как-то чем, смотри. Ну, во-первых, он, значит... И что? Это, слушай, ну это сложный вопрос, мне нужно время, чтобы подумать. Сколько тебе нужно времени подумать? Ну как сколько, ну там... А каждый из нас в детстве по приколу пробовал собачий корм. Ну это никакая не шутка, просто факт. Ссора в безэмоциональной семье. Олег, я тебя бросаю. Марина, не надо, я же люблю тебя. Я люблю Андрея. Олег, я тебя ненавижу. Мариночка, солнышко, ты плачешь? Давай начнем все сначала, с чистого листа. У нас все будет хорошо. Подожди, мне звонят. Алло. Серьезно? Я безумно рад. У моего брата родился сын. Поздравляю. Мы так счастливы за вас. Жена ведущего телепередачи «Что, где, когда» шестой час ждет своего мужа с работы. Алло, ты где, скотина? Уважаемая жена, против нашего семейного бюджета сегодня играет ночной бар «Трясина». Внимание, видео вопрос. Что в черном лифчике? Какой лифчик? А, вторая линия, извини, музыкальная пауза. Алло. Алло, ты там с кем вообще? И сегодня со мной бухали. Максим Поташов. Александр Друзь. Ну и напоследок. Ну и напоследок. Наверняка все вы помните из курса школьной истории, что наши предки на Древней Руси на протяжении трехсот лет выплачивали дань татарам. Но мало кто знает, что в зале есть как минимум несколько человек, которые продолжают выплачивать дань татарам прямо сейчас. Покупая альбомы Тимати, покупая одежду Тимати, покупая билеты на концерты Тимати, вы платите дань конкретному татарину. История циклична. Милый друг, кайф имеем. Вот такая вот команда. Милый друг, друзья, еще раз бурные аплодисменты. Мы продолжаем. На очереди пятая команда нашего фестиваля. Называется она «Сегодня». Сгу-гид. Друзья, бурные аплодисменты. Сегодня. Команда КВН «Сегодня» представляет. Добрый день, Новосибирск! Ну что ж, дорогие друзья, это наша первая игра в открытой лиге. Ну что ж, давайте знакомиться. Это Влад. Влад у нас думает, что он гениально поет. Не только думает, так и есть. Докажи. Итак, песня про романтичного хирурга. Ласковая моя, милая, Руку твою держу, пальца не нахожу. Так, ты что, идиот, что ли? Ты что, поешь? Тут нельзя такие песни петь, это КВН. А это у нас Настя. Настя у нас как Годзилла. Что сразу Годзилла-то? Да нет, вспомни, когда ты на Лего наступаешь, тебе абсолютно пофигу. А это у нас Максим. Максим как Пемза. В смысле? Да просто твоей бородой тоже пятки чистить можно. А это у нас Женя. Женя как пекинес. В смысле как пекинес? Такой же маленький, бегаешься, бесишь, ворчишь. Так, я не помню, шутки, да, шутим? Да. Команда КВН сегодня, поехали. Гулупый парень привел девушку ночью домой. Тихо-тихо-тихо, подожди здесь. Мама, а где нарды? А теперь представим перепись в Монголии. Мастер-класс. Бер, еки, уч, тюрьд, бес. Прошел час. Бер, мен, сеги, жус, токсан, бер, бер, мен, сеги, жус, токсан, еки. Нурик. Бер, еки, уч. Случай на остановке. Девушка, что вам от меня надо? Ты мне за гриль заплатишь? Дорогие друзья, давайте напоследок посмотрим передача «Голос» в криминальном районе Новосибирска. Так, девушка, по спине опознать сможете? Этот. Дорогие друзья, и о том, какая мы команда, мы бы хотели показать в этой песне. Мы команда простая, мы сейчас в этом зале. В фестивале отыграли, всем спасибо сказали. Так, стоп, Жень, мы же не сказали спасибо. Вот именно, команда КВН сегодня, спасибо. Это была пятая команда, команда КВН сегодня. Друзья, которая представляла «Сгу Гид». Мы идем дальше. К нам приехала команда из города Перска. Называется она «Мир местных». Друзья, бурные аплодисменты. Всем здорова, бареф, чё-ка-о. За нами стоит весь Берск. Э, подожди, мы устали из Берска пешком идти. Ну присядьте. За нами сидит весь Берск. На сцене команда КВН «Мир местным». Пацаны из девяностых, рожденные в двухтысячных. Давайте представимся. Это малой, это шпала, я таджик. Тём, ты ничего не путаешь, нет? Это шпала, это таджик, я малой. Вот тебе правильно. С чего это, шпала? Вот он такой высокий, сейчас я разберусь с ним. Паш, смотри. Диплом о высшем образовании. Да зачем мне это высшее образование вообще нужно, а? Диплом о среднеспециальном образовании. Слесарь-сантехник? Вот теперь мы наравне. Ой, как ты дышишь этим разряженным воздухом здесь так высоко. Мне кажется, здесь телефон полную палку ловит. Так с чего я шпала-то, а? Ну у тебя в паспорте же написано так. Ну и вот. Знаете, ребят, фестиваль, ответственная игра, и чтобы пройти в сезон, я подготовился. И знаете, кого я позвал? Я позвал за нас играть мисс 2000 ударов в жбан. Тамара Король! Победка, ты просто горьешь наш, когда тебя я вижу. Это моя пельменная! Ай, почему так жжет, господи? Почему так жжет? Тамарочка, Тамарочка, это не пельменная, это открытая ЛИК КВН. Кстати, знакомьтесь, Тамара Король. А почему Король? Потому что у нее есть корона. Где ее корона-то, а? Сибирская корона-полторашечка. С утра душу греет. Вот видите. Знаете, ребят, надо начинать. У Тамары скоро электричка. А куда электричка без машиниста поедет, да? И без шпалы. Ну что, понеслась к Аманковым Мирмезным. О-хо-хо! Представьте случай в Венеции. Полиция Венеции, мне срочно нужна твоя гондола, потому что вон та гондола угнала катер. Так чего же мы ждем? Погнали! А теперь представьте, Бердский детский сад. Так, детки, идем сюда. Оп, держи. Ага. Ну что, сегодня мы с вами учим алфавит. К. Коровка. С. Свинка. Н. Ноговицы. Там по периметру горят фонари. И отец. Это случилось. Газманов не докрутил сальто на сцене. Офицеры! Офицеры! Унесите меня со сцены, пожалуйста. А теперь представьте, Бердский сабвей-серфер. А в конце обязательно нужно чему-нибудь научить зрителя. И сегодня Тамара Король и Артем научат отбивать удар бейсбольной биты головой. Ну что, Тамара, ты готова? Зал готов. Понеслась. Оп! Пытайтесь отбить прямо вот этим местом. Оп! Попытайтесь сломать. Она уже хрустит. Оп! Части тела начинают неметь. Оп! Вот сейчас реально больно было. Оп! Считайте, чтобы синие обезьяны были ровным количеством, чтобы вкус был приятный. Оп! Мама, это ты? Оп! Артем, нет, это не я. Оп! 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 Вот сейчас реально... Оп! Оп! О-о-о-о! А если нас возьмут в сезон, то в одной восьмой Тамара и Артем научат вас уворачиваться от электрички. Это фестиваль, и мы на сцене стоим. Очень сильно хотим от других отличиться. Мы об этом поем, мы об этом кричим, и хотим удивлять за своей яркой плечью. Не хотим, чтобы в Бердске нас забыли, спаслили. И наш сезон пропустите, чтобы домой нас пустили. Команда КВН «Мир местным» из Бердска с любовью. Как бы ни так, они ждут, когда вывесим свой белый флаг. Но мы все вывесим, мой твердый знак. Ищи, по-моему. Команда КВН из Бердска «Мир местным». Друзья, ваши аплодисменты. Небольшая информация для вас, дорогой зритель. Друзья, 5 декабря в торговом центре «Галерея», который отмечает свой день рождения, в честь этого состоится первый общегородской открытый опен-майк. Вы можете выступить в любом жанре, друзья. Абсолютно в любом. Прийти хоть со стендапом, хоть с КВН-овским выступлением. И попытаться выиграть 20 тысяч рублей. Кому нужна двадцатка, приходите 5 декабря в торговый центр «Галерея». Вот, еще раз хочется сказать, что 10 декабря состоится в НГТУ сольный концерт команды КВН «Экскурсия по городу». Друзья, приходите, будем рады вас видеть. Ну, а мы идем дальше, друзья. Фестиваль открытой лиги КВН «Тяжелый случай». Команда КВН называется так, которая представляет сгубс, друзья. Бурный аплодисмент и тяжелый случай. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами команда КВН «Тяжелый случай». Ребята, покажите, что вы сегодня приготовили. А на болевшем. У меня есть брат-близнец. Мама постоянно нас путает. Мама, эта песня для тебя. Мама, я Витоля, мама, мама, я Витоля. Мама, я Витоля, мама, мама, я Витоля. Вигл, вигл. Лайк. Так, 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 не двигайся, не двигайся, не двигайся. Идет. Придурок, дебил. Ты понимаешь, это открытая лига КВН. Ты что творишь вообще на сцене здесь, а? Это что здесь, самый кудрявый, что ли? А что, нет? Скажи, зачем ты его постоянно оскорбляешь? Ты сам что-нибудь подготовил? Да я один вообще-то приготовил номер лучше, чем вы все взятые. Пожалуйста, давай. Без проблем. Песня жизненная. Любил кататься я на раме, и что случилось в этот вечер? Я не увидел эту яму. Вылюбить больше нечем. Вигл, вигл. Лайк. Понимаете, вы все по сравнению со мной просто полнейшие дегенера. Дамы и господа, перед вами самая банальная линейка, где всякие придурки говорят бред, а напыщенному снобу ничего не нравится. Давайте немного разнообразим это действие, пока ребята стоят на паузе. Я всегда мечтал это сделать. Команда КВН тяжелый случай. Продолжаем прогрессировать. В моей семье были немцы, поэтому без объявления. Слышь, бля, сюда иди, я тебя прям тут топчу. Иди сюда сам, бля, я тебя вообще запомнил, понял ты? А сейчас вы посмотрели миниатюру «Мастера бесконтактного буи». Когда я родился, акушерка забыла шлепнуть меня по попе. А я ее не забыл. Миниатюра «Хэллоуин» в Европе. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Отпущены наркотики Емеля. Отпусти меня, Емеля. Жест ткач. Чак Норрис играет русскую рулетку. И вы считаете, что это выстрел? Вот выстрел. Недавно вышел фильм про Джеймса Бонда. Сходите на него. А теперь изюминка. Абсурд на битве экстрасенсов. Добрый вечер, зрители. А теперь мы приветствуем нашего последнего участника. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте. Ваша задача рассказать нам, что находится за этой ширмой. Да, я вас понял. Итак, я чувствую пенсии. Там бабушка. Вы уверены? Нет, 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 подождите. Там Барак Обама поднимает доллар. Точно? Нет, нет, там прыжки через козла. Да. Нет, там звезда. Там Мадонна. Нет, 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 там целующаяся пара. Точно. Стоп, 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 стоп. Я принял свое решение. Там будущий президент Российской Федерации. И я, как всегда, прав. На самом деле, мы коллекционируем смех. Восторженный. Истеричный. Сорвался. Рыбацкий. Нам не хватает только вашего смеха. Команда КВН. Тяжелый случай. Спасибо. По мне так ребята очень хорошо выступили. Друзья, бурно. И была команда КВН. Тяжелый случай с ГУПС. Идем дальше. Продолжаем фестиваль. На сцене открытой лиги. Женская команда. Друзья, встречайте. Команда КВН. Раньше мы никогда не пели и не танцевали. Но сегодня, чтобы пройти в сезон, мы готовы на все. Поэтому заранее простите. Какие хмурые вокруг вы. Повеселить мы вышли вас всех. Свои на сцене и жюри здесь. Мы раскачаем вас сейчас всех. Если ты сходишь с ума, танцуй, как чайка. Так, стоп, Кристин. Какая чайка? Ну как какая? Я тоже шутку придумала. Итак, представьте. Мария Шарапова играет в теннис против чайки. Так, стоп. Да вы что? Второй сет чайка ведет. Да это не то. Окей, у меня есть номер для поднятия патриотизма. Гемерово. Томск. Омск. Тюмень. Так, какая Тюмень? Погоди, еще 81. Загибай пальцы. Красноярск. Так, Кристина, давай нормально начнем. Ну что ж, свои в зале, свои на сцене. Реди, гоу! Вы не подумайте, она у нас нормальная. Но правда, бывают такие ситуации. Например, в детстве Кристина ходила в единственный освещенный хор. Но и осветили его после прихода Кристины. А у нас первая миниатюра. Итак, представьте. Иди, крыло ног в моих сене. Здорово, Винни. О, Пятачок, ты че не у своих? Сюда иди. Это че такое? В этом костюме я чувствую себя уверенней. Уверенней? Да. Стой! Ты вообще где вот это взяла? Да у меня папа чехлы из машины выбросил. Ну не пропадать же добру. Кристина, с такими шутками нас в сезон не возьмут. Как не возьмут? А зачем тогда я все это делаю? Как же в сезоне без жгучей тигрицы? Ты себе льстишь. И вообще ты нам все портишь. Я не порчу, а делаю красочней. Песня. Начала встречаться с парнем, месяц два уже прошел. Но случилось тут несчастье, бабу гром себе нашел. Такие девушки, как Зоя, кидают на спину быка. И подойти мне к ней опасно. Меня в ножом вернет она. Кристина! Дорогие друзья, вы извините, пожалуйста. В случае воспроизведения Кристины песен в следующий раз воспользуйтесь берушами, расположенными в хвостовой и передней части нашего зала. Не нравится песня? Тогда танец! Да с тобой можно миниатюры показывать. Итак, представьте, неопытный Йок наступил на угли. Веселая ферма залагала и стала еще веселей. Чтобы не тратить деньги на школу танцев, мама водила ребенка на чужие свадьбы. Фабио Капелло после ухода из сборной России по футболу. Так, все, перестань. Все, ты достала. Бой! Посмотрите на нее и на меня. На нее и на меня. Кристина! Так, дорогие друзья, в зале есть плотник? Просто я чувствую, после нашей с ней дратвы поможет ваши профессиональные навыки. Кристина, ну успокойся. Да, я срывалась на тебя всю игру. Но я знаю, как все исправить. У тебя нет парня, а я нашла кандидатов. Прошу всех на сцену! Выбирай, какой на тебя смотрит. А что все глазки опустили? Так, кто думал, что парень нужен ей, а не мне, уходите. Здесь есть голубоглазый блондин с кубиками пресса. Уходи, не решай мечты. У кого аллергия на кошек, тоже можете уходить. А ты любишь скорость? Да я стрелку кладу. На весах она стрелку кладет. Лолита, возле трибуны что-то движется. Можно я подойду? Хорошо, подойди. Привет, мальчик. Родители дома? Кристина! Может, ты потерялся? Кристина, сюда иди. Умные, добрые, красивые. И все это наши жюри. Нет, мы, конечно, не подлизываемся. Но в сезон хотим. А вы, молодые люди, присмотритесь. Потом еще жалеть будете. Ведь... Деник еще не знает, какая дама пропадает. Свои спасибо. Оглянитесь вокруг. Спасибо, девчонки, за выступление. Это была команда КВН «Свои». Идем дальше, друзья. Сейчас у нас будет выступать сборная. Не просто сборная какая-то там, а сборная Каргата и Чулыма, друзья. Команда называется «Столик». Друзья, бурные аплодисменты. Команда КВН «Столик». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами сборная деревенских пацанов. И вот сразу вопрос. Вот что вы городские в жизни видели, в отличие от нас? Вот вы когда-нибудь свинью кололи на груди. А вот вы когда-нибудь сыну аппендицит вырезали из дерева. А вы когда-нибудь кота на гончарном круге раскручивали, чтобы он потом как пьяный ходил, а мама думала, что это от него перегаром пахнет. Кстати, познакомьтесь, это Пашка, наш местный дурачок. Ну, дурачок не дурачок, а миниатюрку музыкальную придумал. Вася, объяви. Маша Распутина в роддоме. Маша, как дела? Я родила... Молодец! Так, Паша, это никуда не годится. Кто-то сказал Нига. Е. Кстати, познакомьтесь, это наш местный чулымский рэпер. Так, пацаны, подыграйте мне. В Чулыме я пастухю, мне большего не надо. Черных коров я называю Блэк Стад. Давайте уже начинать, пока дров не накололи. Не наломали. Не наломали. Представьте, председатель сельсовета захотел чаю. Дурацкие тараканы, Зинка, тащи чаю! Ну, очень глупые хулиганы. Я придумал. Давай, позвоним и убежим. А давай! В доме престарелых решили сыграть в кулачки. Иванов Петров на уколы! Иванов Петров на уколы! Дурак на охоте. О, утка! Шарик, беги! О, собака! Дальнобойщик на Формуле-1. Там далеко-далеко есть земля. О, девушка! Сколько? Тринадцать минут отставания! Ух, юх! Там далеко-далеко есть земля. А теперь представьте. Очень страшненькая и глупенькая девушка провожает своего парня в армию. Дорогой, я обязательно тебя дождусь. Да не надо. А когда ты будешь сидеть в поезде, я буду махать тебе платочком. Вот так вот. Нет, стой, подожди. Вот, вот так маши. Ой, извини, это мои индийские корни. То есть ты опять эти корни жрешь? Вот, дорогой, дорогой, я вот настолько тебя люблю, что готова отслужить за тебя. Ну ладно, чё. У-у-у! Идет солдатка в армию! Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Вот мы у вас здесь выступаем, у вас вот очень здорово. Теперь ждем вас у нас в Чулыме и в Каргате. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и веном угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и веном угощать. Буду вечнее вам петь. А команда КВН «Куплю волосы» пришла сюда, чтобы найти себе красивых девушек. Пацаны, пацаны, договорились же нормально выступить. Вы опять свою голубую лагуну здесь раскатали. Кстати, насчет лагуны. У меня про тебя песня есть. У нас в команде... Да стой! Да вы че? Подожди, подожди. Я хотел просто спуститься и найти себе красивую девушку. Подожди, говорю, ты песню дослушай. У нас в команде лавелас. А, это, да, это я. Да, слышь, ты че, офигел? Мужик, мужик, а не тебе, передай, пожалуйста, девушке, которая рядом с тобой сидит. Да, 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 лавелас, с тобой все понятно. Ребят, вот если б я был ревизор, я бы эту лигу сразу из открытой в закрытую переделал. А че это? Ну так много волос на сцене, ну... Я смотрю, ты шутник, а я шутник. Девочка кушает мороженое на теплоэлектростанции. Да все, все, Лизун, понятно. Никитос, а ты че стоишь, молчишь, может, тоже что-нибудь покажешь? У меня тоже есть миниатюра. Ой, я смотрю, ты тоже у нас шутник, да? А я смотрю, вы у нас ведущий. А я смотрю, вы у нас жюри. Я смотрю, вы смотрите на меня. Что-то я много смотрю. Друзья, как вы понимаете, напряжение на предель, так что давайте сразу к номерам. Итак, еще раз здравствуйте. Представьте, случай в семье. Мама! Мам! Ну мамуля! Что случилось, сынок? Мам, я с балкона выполз, кинь ключи. Представьте парень, который думает на два шага вперед. Сынок, пока не разделся, выкини мусор. Ага, не успела. Незнакомые люди встречаются на улице. Представьте, бомж делает романтик своей девушке. Любимая моя, смотри, это затмение для тебя. Да ты что, дурной, что ли? Это просто люк закрывает. Выпустите нас. А в последнее время много фирм устраивают путевки в Шерегеш. Итак, представьте, одна из них открылась на первом айке. Что, тоже пустая, что ли? Тук-тук. Здрасте. Ты испугали меня, подождите две секунды. Женщина, вы сумку уронили, держите. Все, привет, ребята, рассказывайте. Че, пришли? Здрасте, здрасте. Мы хотели в Шерегеш съездить, но везде путевок уже нет. Мы уже и в Макс Бас звонили, и в Мини Бас звонили, и в Кол Бас звонили, и в Ганжу Бас звонили. И в Кабриолет Бас тоже звонили, но там, понимаете, 400 километров без крыши, хотя очень холодно, очень холодно. Да, ребята, ну я скажу, вы пришли по адресу. У нас очень много путевок. Да, тогда можно вот пару вопросов сразу выясним? Вообще, много людей едет? Ну давайте вместе считать. Раз, два, три. Че вы смотрите? Четыре. И, Алексей, вы поедете, у нас для детей бесплатные билеты тоже есть там. Кстати, он очень много анекдотов знает, он тоже едет. Нас уже пять. Ну ладно, ладно, здорово. Кстати, вот у меня тоже есть вопрос. А там снега много? Завались. Снега? Ты завались, я только с ним разговариваю. Ладно, ладно, а вот животных можно взять? Ну ты же с этими псами, как понимаю, едешь. Можешь кошечку себе взять какую-нибудь. Ладно, ладно, какой-то у вас дурацкий сервис. Можно уже билеты и мы пойдем? Вот билеты, вот мои деньги. Все, я пошел. Погодите, погодите, а почему билеты на год? Нужно быть лысым и пройти к медкомиссию? Да, потому что это солдат-бас. Дорогие друзья, что мы хотели сказать этим номером? Ну было бы круто, если придумали какую-нибудь военную реформу, где с помощью хитрости молодежь в армию завлекали. И тогда бы все были отслужившие. Ну да, нам с таким видом только про армию-то и говорить. Куплю волосы, спасибо. Куплю волосы, друзья. Ваши аплодисменты этим замечательным ребятам. Идем дальше. Еще одна женская команда на нашем фестивале, которая представляет Тиуран Хиггс. Команда называется Нечего надеть. Фестиваль «Открытая лиги». Тринадцать команд и одна из них женская. Встречаем на сцене. Нечего надеть. Мужские команды будут наказаны. Женские шутки будут показаны игрой в КВН. Все мы здесь связаны. Результаты игры не будут предсказаны. Так, девочки, это что такое? Вообще-то у нас Дог-шоу. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. А, Дог-шоу? Ну тогда вот, конкурсы. Такая удача, такое веселье. Лена! Ну че? Так, уберите все это со сцены. Вообще-то какой-то кошмар. У нас фестиваль, ответственная игра. Так, а это кто у нас? Мартиша из семейки Адамс? Я так понимаю, с похорон сразу на КВН, да? Лиза, ты че ржешь? Вообще-то я буду баллотироваться в депутаты. О, господи! Это тебя каждую пятницу кто-то выбирает. Понимаешь? Че ты знаешь? Я сейчас на ривке вспоминаю. Всем привки-привки! Глядя, на тебя хочется сказать прививки. Да не гони ты! Специально для фестиваля у меня есть сюрприз для команды. И какой же? Сейчас покажу, смотрите. Это же мокрый Вилли Токарев! Ульяна, ты что вообще за бред? Ты что-нибудь нормальное умеешь делать? Да, я умею пивом глазом открывать. Сейчас покажу, смотри. Ульяна, это вообще ужасно. Что ты делаешь? Что у тебя на ноге? Ах ты, моя маленькая обезьянка! Это же сапог-банан! Смотри! Круто же, блядь! Ульяна, это просто кошмар. Давай ты не будешь нас позорить. Уходи со сцены. Ну а мы в честь фестиваля пригласили хор девушек, которые дождались своих парней из армии. Встречаем! Я так понимаю, хора у нас не будет. Ну и так как мы сегодня играем на этом фестивале, хотелось бы сказать, что... Ну что, девчонки, не дождались вы меня? Я всего на 15 минут отошла с этого ВДВшника беретку стянуть, а вы уже без меня начали. Ангелина, ты чего? Ты же девочка. Ну а че он пинается? Кстати, именно так должна выглядеть каждая вторая фанатка Дианы Арбениной. Ульяна, ты куда пошла? Как куда? В банк? Давай ты здесь сейчас постоишь, мы начнем, а потом иди куда хочешь, ладно? А перед вами женская команда «Нечего надеть». И мы начинаем! Мужчины, юные, классы, мне. Добрый друг. А сейчас давайте представим, девушка перешопилась. Скажите, а у вас есть такой же, но моего размера, в другом цвете и со скидкой? Девушка, это беляш, он стандартный. Мужчины, юные, классы, мне. Добрый друг. А у нас случай в банке. Кто последний? Я. За вами буду. Всем на пол, это ограбление. О, боже. Как знала, пригодится. Александр, ну что вы все сидите и сидите? Сказали же, всем на пол. А сейчас давайте представим, что было бы, если бы девушек брали служить в армию. Здравствуйте, мы отважные бойцы. Салютики. Кто мы? Принцесски. Я не слышу, кто мы? Принцесски. Можно выйти из строя. А-а-а. Можно аватарку на фронталку. Вспышка справа. Вспышка слева. Наш девиз. Свободен парниша, оделся и вышел. Гимна. Только вместе мы сильны, чудеса творить вольны. А теперь маршируем, красотки. Что ты делаешь, девчонка, это не по уставу. Вообще-то я мамина моделька, папина фрикаделька. Закрой свой ротик, девочка, бабовщину еще никто не отменял. Мои отважные бойцы, Нас ждет великая схватка. Наращивайте волосы и выживайте. Вперед на педикюр! Чины любят вас сами. Дрогать руками, губами. Ну и в конце нашего выступления мы хотели бы обратиться к ведущему. Но так как мы играем в этой лиге впервые и немного стесняемся, мы хотели бы порепетировать. Алексей, а на какой диете вы сидите? Вы такой плоский. Ну вы такой плоский, в отличие от вашего юмора. Алексей, специально для вас мы приготовили костюм. О, Прозверов, дай я тебя обниму. Блин, Улья, ты что сделала? Ты Прозверова сломала? Да это было не так уж и сложно. Девчонки, но я знаю, как исправить свою вину. Дернем по шампусику! Давай! Давай, Ленка! Ну и в конце выступления мы хотели бы сказать большое спасибо этому большому зрительскому залу, который принял нас так за ваш искренний смех, за ваши улыбки. Спасибо большое жюри, спасибо всем командам, которые играли вместе с нами. Нам было очень приятно выступать сегодня. Алло, Костя, ты меня еще любишь? Костя! Ну, Ян, что за фигня? Да я все че? Костя, я перезвоню. С вами была команда КВН «Нечего надеть». Женская команда. Спасибо! Раз, два, три, по-любому. Алло, Костя! Бурные аплодисменты, друзья! Команда «Нечего надеть». Женская команда. Ну здорово же было, бурные аплодисменты! И вовы. Друзья, хочу сказать вам, что у нас осталось ровно две команды до завершения сегодняшнего фестиваля. Как вам такая информация? Ладно. К нам приехала команда из города Барнаул. Друзья, они представляют Институт физической культуры и спорта. АЛТГПУ «Город Барнаул». И называются они «Хорошие друзья», «Бурные аплодисменты» и «Гости» на нашем фестивале. И называются они «Хорошие друзья». АЛТГПУ «Город Барнаул» — «Гости» на нашем фестивале. Главная спортсмена! Выше руки поднимайте! 50 секунд непрерывного выдоха. Вот это результат! Какой кью, такой результат! Какие-то я сказал. Сегодня первая тренировка в гостях. Я вас спросил, оденьтесь поприличней. Вы что делаете? Вы как вырядились? Ты зачем с доской на сцену вышел? Отдайте, это подарок! Любимому сыну от отца. Изготовлено в 2010 году Магадан. Убери это отсюда! О, а здесь у нас королева Ульев. Мне сказали, что к лицу. Танюшенька, если взять огурец, помидор, баклажан, сверху вниз провести, ты салатом подавиться можешь. Ну что, Танюха, перетрем? Ты кипил? Нет, я чудоист. У тебя на первом черном поясе от друзей было написано. Кто ты после этого? Дареному коню в зубы не смотрят. Типил! Тренер, ну вы же сами мне его подарили. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Валюха, а я тебя в халате сразу и не узнал. Валечка, ты больше в озерах не плавай, хорошо? А то местные рыбаки в обморок падают от такой красоточки. Валечка, иди в бассейн, прыгай с вышки. Ну? Надо будет в бассейн хлорки поменьше сыпать. Ну что, бойцы и пятки, вместе носки врозь. Погнали! Ну что ж, друзья, начинаем разогреваться на уроке физкультуры. Так, дети, прыгаем через коня. Петров, первый пошел. Ага, Сидоров. Мухамбаев. Эй, Мухамбаев, коня верни! Многие из вас, нас, спортсменов, представляют себе именно такими. Пацаны, хотите прикол расскажу? Колобок повесился. Не секрет, что девушку очень трудно успокоить. Итак, представьте, парень, которому это всегда удавалось. Я тебя на улице прождала, а ты сволочь такая! Не пришел! Ты меня вообще любишь или нет? Из рук тамада. Горько молодым! Горько, горько, горько! Раз, два, три. Три. Три губы до конца сгибная. Вот. Четыре. Пять. И напоследок. Тимотик о дне рождения Путина написал песню. И теперь он всех своих родственников поздравляет именно так. Мой лучший друг, моя теща Люба. Мой лучший друг, моя теща Люба. То есть ты реально решил поздравлять мою маму с днем рождения именно так? Конечно, конечно, конечно. Ты что думаешь, у тебя с Путиным проканал, у тебя и с моей мамой прокатит? Ну я же Блэк Стар. Думай над нормальным подарком. Йоу-йоу-йоу-йоу, всем тещам посвящается. Тетя Люба, теща, тещенька, ну или просто мама, мы с детьми я по-разному называем эту даму. Не в уважении дело, и даже не в любви, просто при первой встрече вы сказали мне. Ты на штаны, вот, Анюха, посмотри. Тетя Люба, вы лезете в наши семейные дела, кричите вы. Не для тебя я, дочь, родила. А я вам никогда дорогу не перебегаю. Вы приезжаете, я к детству уезжаю. Вы упрекаете меня, работаю по дому. Танюша, в ванной вода ручьем бежит по полу. Диван он в зале делает, девятую неделю. Не обижайтесь, но на диван наш вы присели. Согласен, борщ у вас отменный, нечего сказать. Шикарные блины, компотик, благодать. И не было бы цены вам, если бы вы приезжали и говорили мне. Ну чё, сынок, как Барса с ЦСКА сыграли? Тёща, как ты? Тёща, тёща, как ты? Тёща, как ты? Тёща, тёща, как ты? Тёща, как ты? Тёща, тёща, как ты? Я уважаю тебя, так уважай меня и ты. Танюша, у вас опять звонок не работает, дверь им не открывай. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Многие из вас нас, спортсменов, считают тупыми. Но мы не тупые. Мы не тупые. Когда есть дела или нету дел, Мы любим тренироваться, мы любим двигать телом, Не умеем находиться в состоянии покоя. Мы по жизни тренируемся, ну и всё такое. Ведь мы спортсмены, мы очень сильные. Да, мы не умные, но не тупые мы. Ни на кого мы, да не похожие. На сцене сборная спортсменов, зовите нас хорошие. А мы хорошие, не злые. Ага, когда проснёмся, будет вечер. Спасибо команде КВН Хорошей за выступление. А команда КВН Хорошей говорит спасибо и выражает благодарность ректорату Педагогического университета и директору Института физической культуры и спорта Баянкину Олегу Васильевичу. Друзья, аплодисменты. Команда КВН Хорошая выступала для вас. Ну и, собственно, завершает сегодняшний фестиваль команда из НГМУ. Не формат, друзья. Ваши бурные аплодисменты. Встречайте. Свет! Лиги открыто сияет по ночам, а может, нам только снится. Хотим встретить сезон опять со видовых лучах. Надеемся, всё случится. Летим высоко. Русик, ты зачем опять здесь ступил? У нас есть хороший вокалист. Летим высоко. Ну как с вами играть, ребята? Да, Орен, ты зачем кривляешься постоянно? Как большой ребёнок просто. Это я большой ребёнок? Это ты мне сказал большой ребёнок? Сюда иди, скажи это мне в глаза. Погодите, куда он пропал? Куда он пропал, эй? Куда он пропал? А вот ты где. Это я большой... Да, Орен, успокойся, Кирилл. Хватит над ним издеваться. Давайте начнём. Поехали! Дорогие друзья, фестиваль. Начать бы хотелось с миниатюры «Суслики вдоль трассы» Новосибирск-Куйбышев. Нифига эти суслики носят! Новогодний корпоратив в госнаркоконтроле. Ну-ка, повтори ещё раз. Всем стоять, а вот это он! Абстрактная миниатюра. Комар посмотрел 50 оттенков серого. Ещё! Ещё! Жёстче! Такое могло случиться только в самом криминальном районе города. Это крушно! Воу, 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 воу! Показалось! Дорогие друзья, представьте, случай в парке. Дорогой, я тебя бросаю. Дорогая, ну сколько можно второй раз сзади? Пока мастером спорта не стану, буду бросать и бросать, бросать и бросать. Итак, представьте, если бы консерватория и тюрьма находились в одном здании. Ну что, голубчик, за что сидишь? Распевал в общественном месте. Что, пил? Пел. И что же ты пел? Лада Седан! Баклажан! Понятно, я, конечно, за такое бы вообще расстреливал, да? Ну, как знаешь. Смотри-ка, новенький! Кто ты по жизни, фраер залетный? Кто будет за тебя мазут тянуть? Я, поцик, четкий, понятий не путал, бодяга по жизни, вор по нужде. Что ты мне в пувел здесь заливаешь, я тебя знаю. В общем, ты чёрт. В общем, ты чёрт. В общем, ты чёрт. Ты чёрт, короче. Как вы со мной разговариваете-то? Я, вообще-то, ректор вашей консерватории. А мы хор в законе. Дорогие друзья. Перед выступлением позвонил ректор нашего университета и говорит. Ребят, вы куда постоянно с пар уходите? Продолжение следует... Друзья, ваши бурные аплодисменты команда КВН Неформат завершала фестиваль. И я зову все команды на сцену. Командочки! Ну что, друзья, как ваши впечатления, определим по аплодисментам. Вам понравился фестиваль? Ну, здорово! А пока жюри совещается, кто пройдёт в сезон, а кто нет, я скажу немножечко о спонсорах и партнёрах нашей лиги. Благодарим гипермаркет чехлов и аксессуаров для телефона. Магазин Hello. Самые низкие цены, скидки до 90%. Друзья, если что, приходите. Генетик тест. Услуга по тестированию способностей человека. Генетик тест. Узнай, кто ты. Спортсмен, мыслитель, собеседник или слушатель. Он находится в торгово-развлекательном центре Сибирский молл. Улица Фрунзе, 238. Вот, если хотите узнать, кто вы, приходите просто в генетик тест, друзья. Также у нас в нашей лиге есть хэштег. Вы их могли увидеть на баннерах, на наших кулисах. Хэштег «Открытая лига КВН». Если вы вдруг фотографируете зали, просто выкладывайте их с хэштегом. Сеть салонов красоты, голова, максимально профессиональные мастера, вкусные цены и бесплатный клёвый кофе, друзья. Если хотите постричься и попить кофе, приходите. Салон красоты, голова. Также, друзья, 4 декабря в дискобаре «Синий Иний» состоится автопартия «Открытая лиги», друзья. С билетами. Вход всю ночь бесплатный, поэтому сохраняйте билеты, приходите в дискобар «Синий Иний», там будет весело. Вот. Также хочется напомнить, что 5 декабря в галерее состоится общегородской «Опен Майк». Друзья, если хотите выиграть 20 тысяч, можете подготовить выступление, выступить, рассмешить всех и выиграть 20 тысяч рублей. Это касается вас тоже, друзья. Ну и еще раз, уже в третий раз хочется сказать, что 10 декабря в НГТУ в концертном, в первом, как это, в первый корпус, да, главный актовый зал НГТУ состоится концерт команды КВН «Экскурсия по городу Высшая Лига» в Новосибирске. Вот, друзья, жюри уже посовещалось и хочет микрофон, поэтому держите. Всем добрый вечер, друзья! Хотелось бы отметить, что радует тот факт, что в Новосибирске появляются все новые и новые лица и новые и новые команды. Хотелось бы сказать всем большое спасибо и удачи в сезоне! Так, подождите секунду, Саш, подожди. Друзья, давайте дождемся-таки результатов фестиваля и никуда не уходим. Серега, держи там, если что, на страже все. Александр Шнайдер, друзья, капитан экскурсии по городу. Друзья, ну для начала предлагаю поаплодировать человеку, который первый раз вел сегодня КВН Алексей Прозверов. Молодец! Классно, классно, Леха провел, все было без изъян, без каких-то помарок. Хотелось бы отметить несколько команд. Это команда свои, девчонки, молодцы, здорово. Также команда нечего надеть, девчонки, но без, просто не знаю, что сказать. Куплю волосы, ребята, где вы? Вот они хорошие. Ну поаплодируйте, ну че вы? Ну и, конечно, команда Неформат, тоже веселые ребята, ни разу их не видел. Тем более человек, похожий на Батырхана Шукенова, где он? Вот он ты, молодец, хорошо поешь. Спасибо, что зовете Сергея Ганкина в жюри вашей прекрасной лиги КВН Открытой. Спасибо. Александр Шнайдер и так говорил. Юлия Алексеева, друзья, бурные аплодисменты. Спасибо зрителям, спасибо командам. Очень порадовали. В сезоне, наверное, только одну команду видели мы в предыдущем. Вы большие молодцы. Очень хочется сказать спасибо команде Столик. Ребята, вы мне очень понравились. Порадовали Берск. Отдельный респект вам. Команда Неформат. Я с вами. Спасибо за игру. Спасибо вам. Евгений Зайцев, друзья. Бурные аплодисменты. Постоянный член нашего жюри. Рады видеть вас всегда. Добрый вечер. Добрый вечер, зал. Спасибо вам за поддержку, за ваши бурные аплодисменты. Большое спасибо вам, командам. На самом деле, я с нетерпением жду этого четвертого сезона уже для себя, потому что в четвертом сезоне я точно уже знаю, что увижу женские команды. Я уже точно увижу многонациональные команды, так скажем. Увижу поющие команды, увижу и спортивные команды. И это еще небольшая только завеса. Я думаю, что сезон будет разноплановый, очень интересный. И на самом деле, когда это все начиналось, сегодняшний фестиваль, я немножко перенесся, я думаю, вы тоже, ребята, перенеслись, да, в свое далекое детство, когда первый раз выходили на сцену. Не было такого вот ощущения, да? В самом начале выступали команды, я так подозреваю, что которые первый раз выходят на сцену, да? Давайте им отдельно поаплодируем этим командам. Потому что видно вот эти вот горящие глаза, да, когда там ребята что-то хотят, но они еще боятся, но хотят. И я так думаю, что мы их, ну, не знаю, у Сергея не буду хлеб отбирать пока, это он все еще объявит впереди. Ребят, всем спасибо за очень классный фестиваль. Буду рад вас всех видеть в сезоне уже в качестве жюри. И, к сожалению, я сегодня без своего традиционного подарка, потому что буквально днем только прилетел у меня самолет, да, мой личный самолет прилетел у меня. И покормил я экипаж и не смог свой подарок принести. Ну, узнаете у других команд мой традиционный подарок, и, может быть, приготовите к этому случаю шутку, чтобы его заполучить. Спасибо еще раз. Спасибо тебе за такие слова. Ну и директор, такой замечательный человек, друзья, Сергей Ганкин. Еще раз всем добрый вечер, друзья. Давайте, правда, не будем расходиться, а еще раз наполним этот зал замечательными аплодисментами и членам жюри, и командам, и ведущим, и звукарям всем сегодняшним, и главному звукарю, и администратам всем, всем, всем. А, друзья, всех поздравляю с открытием нового сезона. И, знаете, вот и хорошо, и плохо, как у любой, да, у медали есть две стороны. Плохо, что нету, наверное, опытных команд, а может быть, их это хорошо. Значит, очень много работы будет на протяжении всего сезона, и наша задача, чтобы, когда зрители пришли на финал, увидели ваш рост очень большой. Поэтому я вам желаю трудолюбия, чтобы вы росли в немале, то, что вам говорят, редактора, и становились большими-большими КВНчиками. Поэтому я думаю, что не только это я желаю, а весь-весь этот зал аплодисментами, как минимум, это поддерживает. У тебя есть дипломы, я просто буду говорить команды, которые награждаются дипломами за участие в четвертом фестивале открытой Лиги Новосибирска. Друзья, под ваши аплодисменты команда КВН свои за участие. Команда КВН «Тяжелый случай». Команда КВН «Милый друг». Команда КВН «Столик». Команда КВН «Сегодня». Вчера, команда «Нечего надеть». Команда КВН «Куплю волосы». Команда КВН «Мир местным». Команда КВН «Неформат». Команда КВН «Мир исключено». И команда КВН «Хорошие». Итак, переходим у нас еще к другим номинациям. Можно я тоже тебя так же? Чтобы ты переносил Алексею подарки. Итак, перейдем к номинациям «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Открытие фестиваля», «Открытая лиги Ковенгорода Новосибирска» и «Лучшая шутка фестиваля», друзья. Начнем, наверное, с «Лучшей шутки фестиваля». Мы посовещались и решили вот кому отдать эту награду. Команде КВН нечего надеть за шутку про армию, стоящую только из девушек. На вашу команду решили селфи-палку вам подарить, я думаю, что она очень актуальна будет у вас, наверное, в команде. Вот, это от магазина «Хэллоу», а там у них сейчас еще новогодние скидки, акции, все-все-все можно приобрести по дешевым ценам. Друзья, еще раз аплодисменты замечательной девчачьей команде. Друзья, открытие фестиваля! Команда КВН «Столик»! Подожди, тут есть такая штука «Хэллоу» от магазина «Хэллоу» тоже, если вам будет скучно, шутки не будут писаться, можно ему говорить, он будет повторять за вами. Не надо его бить пока что, подожди, там. Нет, аккуратнее. Так, друзья. Думаешь, лучше сначала актриса, а потом актера? Да, наверное, актера, а потом актриса. Да. Друзья, актера мы наградим... Сейчас расскажу сначала, чем мы наградим актера, а потом расскажу, что... Посмотрите, друзья. Актеру мы дарим сертификат на прохождение kinetic test, вот, на сумму 1000 рублей, и себе можно будет узнать немного больше. Узнать, на самом деле, КВНщик, вы не КВНщик, творческий человек или нетворческий. Вот, все это можно будет здесь. Также дарим сертификат салон «Голова», где можно себя привести в порядок и навести очень большую красоту. Друзья, и, конечно, «Хэллоу» еще вот такую коробочку для вашего телефончика. Друзья, сейчас Алексей мне поможет, я сейчас прошу, я думаю, что вы все нас поддержите, и мы будем солидарны в этом мнении. Человек из команды «КНЕФормат» – вокал этого фестиваля! Как тебя зовут? Даурен. Еще раз. Даурен. Записывай. Красавчик! Вот, да, просто я тоже. Даурен? Аплодисменты, друзья, мы будем рады тебя видеть. Подожди, подарки вот тебе. Тебе. Вот. Распишись на них. Вот, еще раз громкий аплодисмент, и, наконец-то, у вас есть мужской классный вокал в вашей линии. И еще селфи-палка также, и сертификат «Салон «Голова», Кристина из «Конады Ковен» «Свои». Да, друзья, на самом деле, вот, ай, честно скажу, не совещались мы с членами жюри. По этому поводу. Мы решили вот что. 4-го числа, 4-го декабря мы у вас всех-всех-всех финалистов и участников прошлого сезона, и уже нынешних участников фестиваля ждем в «Синем ине», где мы очень плотно с вами пообщаемся. И там мы еще раз повторим те команды, которые мы взяли в сезон. А сейчас мы это тоже скажем. Мы берем в сезон все команды, кроме команды КВН «Куплю волосы», потому что этой команде нужно будет поменять название, и они тогда с этим другим названием попадают в сезон. Вот, поэтому мы всех ждем в сезоне. Да, вот. Да, они нормально здесь. Они тоже проходят сезон. Все проходят сезон, друзья. Но остается право решением за редакторами. Если на редактурах что-то, конечно, идет не по норме, редакторы могут решить на месте, что убирают команды с 1-й и 8-й финала. Вот, на данный момент времени все в сезоне, с чем мы вас и поздравляем! Все, спасибо, Сергей Ганкин, друзья! Команды поздравляю всех! Все в сезоне, всем здорово, друзья! Друзья, вам спасибо большое, что ходите на открытую лигу КВН. Приходите еще, зовите друзей. Мы рады вас всех видеть, друзья! Спасибо!